Оказывается, в каждой культуре тотем животного символизирует разные качества. Например, в России ослик – это дурачок, а Данкен – это тот же ослик. В Америке это как бы не символ ума, но поумнее, чем другие животные. Например, даже умнее лошади. Лошади считаются умными животными, а я скажу даже больше. Здесь вот демократы, у них знак демократов, который сейчас лидирует в стране, партия демократы. У них на гербе вот этот вот Данкен. А у республиканцев… Дэйв. Пока мы рассуждали, ослик ушел. А демократ – слон, републикан слон. То есть они даже как на гербе партии этой страны… Ослик изображает. Ослик, да. То есть он как бы животное этого правительства, считай, Америки. Как интересно. Правящей партии. Как интересно. Я тоже думаю, а что они дурачка поставили в усликах, в нашей культуре же этот дурачок кофе там… Конечно, простачок. Наоборот. Вот так, друзья. Изучайте тотемы, изучайте символы и значения. У нас Cold War. У нас есть заин approх. Осень репликанцев Умагана�로. Америки и усаканцев. Умагана. 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 Терри.